Белый лебедь Для новой картины нам понадобится холст размером 35 на 45 см, кисти, масляные краски, палитра, разбавитель, масленка и мастихин. Желательно иметь мольберт, треногу или этюдник. Итак, начнем. Первым делом мы наносим разбавитель на холст для того, чтобы сделать его более влажным. Поверх этой влажной среды мы нанесем белило свободными движениями без каких-то прорисовок для того, чтобы не перетемнить нашу будущую работу. И следующим этапом мы сделаем подмалевок. Начнем с фона. Для этого смешаем коричневый цвет с желтым и небольшое количество охры. Добавим небольшое количество красного, чтобы утеплить наш коричневый цвет. Свободными горизонтальными движениями добавим оттенки на холст, имитируя волны, блики. Смешиваем красный, желтый и коричневый цвет. Делаем достаточно теплый подмалевок. Ближе к центру тон светлеет, ближе к краям затемняем работу. Используем больше темных тонов, меньше светлых. Небольшое количество краплака и коричневого тона для теневых мест. Форму того места, где будет находиться лебедь, мы оставляем непрокрашенную чистым холстом с белилом. Для того, чтобы затем не мучиться и не выскамливать холст, примерно оставим среднюю зону чистой. Добавим в последующем оттенки цвета перьев. Краплак более темный тон по сравнению с красным цветом. Темный красный тон, поэтому коричневый с краплаком даст более темный, насыщенный тон. Местами прокрываем чистым коричневым, чтобы сделать более плотный темный тон. Теперь в этот теневой замес добавляем небольшое количество голубой ФЦ. Сделаем еще более плотный тон. И его добавим в правую сторону. Коричневый и голубой ФЦ мы добавляем под отражение. Делаем зигзаги для того, чтобы сымитировать отражение на воде от птицы. Теперь мы берем чистую голубую ФЦ. И отмечаем основание птицы и добавляем небольшое количество ультрамарина, чтобы сделать отражение более мягким. Смешиваем белило и голубую ФЦ, чтобы получить очень легкий тон. И намечаем отражение. Легкими зигзагообразными округлыми движениями. С левой стороны отражение более светлое. Делаем блики на воде. И эллипсообразные волны впереди птицы. Теперь мы берем в руки тряпочку и намешиваем голубую ФЦ с белилами, чтобы получить холодный тон, которым мы набросаем основные цветовые сочетания на перьях птицы. Начинаем прорисовывать шею. Тряпкой очень удобно забирать сразу весь силуэт. Не прорисовывая его контуром, а намечая сразу общей массой, без прорисовки ненужных, пока ненужных деталей. Теперь мы берем в руки мастихин. И пока у нас есть замес теневых частей оперения птицы, мы мастихином можем уложить бликовые участки. Смешав белила и небольшое количество голубой ФЦ, сделав легкий голубоватый тон, мы укладываем блики от оперения по направлению роста перед. Подправляем пальцем. Подправляем тени под крыльями. Делаем их темнее, плотнее. Делаем замес и мастихином создаем переходы одного цвета в другой, от светлого к темному. Под крылом делаем немного светлее, чтобы усилить контраст. Холодным снизу. Этим теплым оранжеватым тоном набрасываем блики по краю шеи птицы. Лишь в нижней части блик усиливается. Также зачерпнув голубую ФЦ, мы можем усилить тень под птицей, для того, чтобы усилить контраст между светлой птицей и темной водой. Этим же темным тоном мы подчеркиваем теневую часть крыла. Все время подправляем рисунок, подчеркиваем детали. Ну вот мы наметили основные светотеневые участки и следующим этапом мы сделаем прорисовку. Смешиваем желтый, красный и белило. Усиливаем цвет для рефлексной части. Рефлекс у нас будет находиться и в зоне сочетания одной формы с другой шеей и с туловищем. Добавляем больше белил для более сильного контрастного сочетания. И поправляем нижнюю рефлексную зону шеи. Холодным тоном прорисовываем голову. Холодным тоном замеса белил и голубой ФЦ мы отмечаем рефлексы от неба на воде. Отражение делаем более холодным. Чередуем темные цвета со светлыми, теневые участки с бликовыми. Отмечаем бликовые зоны за птицей. Красный смешиваем с желтым для получения оранжевого тона и небольшое количество коричневой краски. Это наш фоновый цвет. Именно им мы будем корректировать рисунок. Этот же цвет мы добавляем на фон за птицей. Для того, чтобы усилить контраст освещенных и более темных участков светлой части спины птицы и фона темной воды. Убавляем желтый блик. Теперь мы берем в руки тонкую кисть. Я взял третьего размера кисть. Круглую синтетику. Набираем темный тон. Для этого смешиваем краплак, ультрамарин и коричневый тон. И намечаем клюв. Круглую синтетику. Берем красный цвет. Теперь мы берем желтый смешиваем с голубой. ФЦ и таким образом получим зеленый цвет. Чуть больше желтого мы получим очень светлый зеленый тон. Чуть больше голубой ФЦ и мы получим достаточно темный зеленый. И простыми движениями похожими на укладку елочкой мы добавляем листья ивы. Все время делаем новый замес. То в пользу желтого, то в пользу синего. Где-то практически синий цвет. В других местах больше охры. Ее тоже можно добавлять. Следим за тем, как падают ветки. Силуэт мастихина напоминает форму листьев. Поэтому достаточно просто приложить. Где-то в листья добавляем больше коричневого. Сделаем их очень плотными. В правой части практически полностью делаем их коричневыми. Зачерпываем желтый. И несколькими штрихами наносим бликовую часть на зелень. Смешав желтый и белый. Зачерпываем его плашмя на весь палец. И приложив палец к холсту добавляем блики. на воду. Делаем их то более четкими, то очень легкими. Мастихином зачерпываем холодный голубой топ. Белилы и голубой ФЦ. И намечаем несколько бликов на листве. Ну вот наша картина окончена. Надеюсь вам понравилось. Любите живопись, смотрите нашу передачу и помните, что рисовать может каждый. С вами был Михаил Шупилов и программа «Картина маслом». До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok